здравствуйте товарищи у нас сегодня 6 глава науки логики мы все ближе к ответу на вопрос что же такое первый закон диалектики переходе количества в качество множество рассмотрим определенное количество как одно множество есть одно множество есть другое множество в нашем случае это две кучки яблок пусть разного цвета цвет данном случае относится категории характер а фрукт под названием яблок это его качество оба множество состоят из одинаковых единиц поэтому они едины в нашем случае и там и там яблоки но при этом они различны так как стоят из разного количества единиц то бишь яблок а значит мы можем сравнить их между собой как одни относятся относительно других сначала мы сравним два множество напрямую одно относительно другого берем первое за талон то есть единицу да и смотрим относительно него на второе множество во сколько раз первое множество больше или меньше второго первая кучка яблок явно в два раза меньше чем 2 можно конечно за единицу взять второе множество и сравнить с ним первое количество суть дела от этого не поменяется Одна кучка яблок у нас в два раза больше, чем другая. Отношение дало нам качественное определенное количество, которое удерживает в себе границы. Пусть границей у нас послужит ящик, в который сложили множество яблок. В ящике их будет определенное количество. Больше, чем положено, в него не запихать. Теперь мы будем мерить количество яблок не абстрактными кучками, а вполне конкретными ящиками. Можете съездить на любую овощную базу и попросить себе ящик яблок. Продавец сразу вас поймет и притащит нужное количество. Так у нашего эталонного множества появилось качество с определенными границами, которое дает возможность дать определение данному множеству, как самостоятельному наличному бытию. Далее рассмотрим не два множества, а сразу несколько и сравним их между собой. Перед нами несколько единиц множеств, которые имеют конкретные границы и представлены в себе бытием, то есть имеют собственное качество, отличающее их от всего остального. С другой стороны, перед нами уже новое количество отдельных единиц, над которыми можно делать все то, что бы мы проделывали раньше. Грубо говоря, мы теперь измеряем количество не отдельными яблоками, а целыми ящиками. Сравниваем между собой не кучки яблок, а уже целые ящики. Какой из них будет считаться эталоном? С чем мы будем сравнивать все остальные ящики? В каком из ящиков недовес или перевес относительно нашего эталона? И что самое замечательное, всего пару минут назад мы говорили о яблоках, а теперь говорим о ящиках. Наш разговор логично перетек от фруктов к картонным коробкам. Иногда этот процесс называют возведением в степени, когда определенное количество чего-либо, возведенное в конкретное множество, превращается в что-то качественно новое. А определенная численность этого нового дает нам вторую степень множества, переходящего в следующие качества. Продолжаю тему яблок. Первая степень упаковки фруктов – это ящик. Вторая степень – это вагон. А третья – уже железнодорожный состав. Можно взять пример из математики, когда в степени возводят линейные размеры. Первая степень – это площадь. Вторая степень – это объем. Мера. Итого, качество – это всего-навсего определенное количество, то есть множество, взятое в границе и оттого не безразличное к своей внешности. А степень соотношения внутреннего количества к внешнему качеству называется мерой. Только определенное количество яблок, весом 16 кг, помещается в ящик. Этот ящик яблок остается таковым до тех пор, пока он сохраняет свою внешнюю форму. Мера наполнения этого яблока в щеке зависит от количества яблок в нем. Он может быть наполовину полон, а может быть наполовину пуст. Кстати, вместо ящика можно применять только одно яблоко и разделить его на 360 градусов. Если мера наполнения у нашего фрукта полная, то это обычное яблоко, которое можно отнести на базар и продать. Если же у яблока не хватает одного сегмента, то это уже не фрукта, а какой-то огрызок. На базаре такое не продажь. Как мы помним из прошлой главы, градус представляет из себя интенсивную величину и безразличен к содержанию внутри себя. Дольки яблока в 30 градусов неинтересно количеству молекул, содержащихся внутри него. Но мы можем описать меру полонты яблока при помощи экстенсивной величины, посчитав сколько же всего молекул находится в одном яблоке. Все очень просто. Для достижения определенного качества необходимо иметь нужное количество. Стать долларовым миллионером может только тот, кто имеет миллион долларов. Всякие нищебуроды, у которых 999 тысяч долларов, не в счет. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.